Всем привет! Скорее всего в своем детстве вы слышали фразу «не подходи к тому или иному растению, потому что оно ядовитое». Люди привыкли опасаться змеи-пауков, но рядом с красивым растением и цветами инстинкт самосохранения значительно притупляется. По статистике ежегодно примерно 100 тысяч человек получают травму при контакте с опасными растениями. Глициния. Это растение также известно как вистерия. Оно происходит из Японии и также некоторых районов США и Китая. Сегодня это растение можно найти в уголках любого мира. По внешнему виду это древообразное растение напоминает лозу с красивыми фиолетовыми цветами. Ее ствол может быть довольно толстым, а ветви похожи на гроздья винограда. Высла достигает порой 18 метров. Несмотря на миловидность цветов, глициния очень вредная. Употребление в пищу любой части куста может вызвать следующие симптомы, такие как мигрень, лихорадка, диарея, недомогание, а также тошнота. Хоть все эти симптомы быстро снимаются, лекарством от тошноты все же лучше держаться от этого растения подальше. Олеандр. Этот куст может вытягиваться до 4 метров в высоту. Цветы этого растения имеют форму чашечки. Они в основном собираются в щитковидных соцветиях. Стебли растения имеют красновато-коричневый оттенок. Средой питания кустарника в основном является засушливые районы, а также пустыни, полупустыни и степи. Олеандр в изобилии можно найти в лесах Средиземноморья, где он распространяется в руслах высохших рек. Семена, цветки, листья, а также млечный сок и кора, и даже корни этого растения являются опасными для здоровья. Симптомы при отравлении одной из ниже указанных частей могут вызвать такие симптомы. Уменьшение или аритмия пульса, изменение цветового восприятия, сонливостью упадок сил, а также рвота. Несмотря на токсичность, люди используют в качестве декоративного комнатного растения или выращивают на участках, применяя в ландшафтном дизайне. Если вас пленила красота кустарника, помните, обращаться с ним нужно очень осторожно. Тис ягодный, а вернее его разновидность, считается одним из старейших деревьев Европы. Дерево характеризуется медленным ростом, а его максимальный высота составляет около 40 метров. Листья тиса темно-зеленого цвета, узкой продолговатой формы. За исключением коры, все участки тиса ягодного опасны для здоровья. Особенно сильно токсичность проявляется при высыхании древесины и плодов дерева. Самое интересное, что безвредная кора тиса раньше применялась для изготовления клея. На этот клей люди часто ловили птиц.